Приветствую вас! Ну что, испугались, что теперь президентом России будет Борис Надеждин? И вы будете носить все значки. Борис, ты прав! Не знаю, как вы в Кремле испугались. До срачки! Не верите, родные мои? Не, я действительно Бориса Надеждина знаю, на ток-шоу часто встречался. Ну, сами понимаете, сейчас звоните ему, говорит, Борис! Не буду. Но я специально, еще раз говорю, специально, я вообще, как бы Соловьева не смотрю, знаете, как чукчин читатель, чукчин писатель. А тут я специально посмотрел. Почему? Из-за Надеждина. Ребята, родные! Понимаете, я знаю одно, что, ну, поймите, Соловьев работает. Давайте так, это его работа. Да, ему за это платят, это его работа. По этой причине я к нему отношусь. Человек, который работает. Но, я по этой причине, мне интересно было, какую команду дали с Кремля. Да! Да! Команда шикарная. Мочить, Надеждина! Ага! Испугались! Да! Ну, помните, там же, Соловьев работа. Не, ну, это нормальная пропаганда по темникам. Не он определяет, ему определяет. Если ему дали команду мочить, значит, испугались досрачки. Досрачки испугались в Кремле! Там такая система. Если, тогда не боятся. Нет, смотрите, да, там действительно даже опрос напечатали, что, ну, провели опрос, что за Надеждина могут проголосовать 10 процентов. Это с учетом того, что 80 процентов не определились. Смотрите, в России есть такая интересная ситуация. Все ходят и рассказывают, я на выборы не ходил. Я на за старого пердуна Володьку Путина голосовать не хотят. Все понимают, что там все подтасовывают. По этой причине такая, знаете, фронта. Я на выборы не ходил! Молодец! В тот же самый момент, ну, действительно, если зарегистрируют Надеждина, проголосуют много. Действительно. Да, я знаю, что официально покажут другую цифру. Вообще, помните правильно, в России, ну, знают, конечно, некоторые люди сколько проголосовали. Я много раз говорю, что за этого старого пердуна Володьку Путина на тех выборах пролосовали только 30 процентов. 32. Все. Все остальное нарисовали. Тупо. Да, 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 я знаю, что на этих выборах нарисуют 80. Это уже даже как-то, ну, он сказал же 8. Все, будет больше 82 процента, 81. Уже все. Понимаете, все понимают, что это будет рисовать. Все понимают. Ну, что вы хотите? Россия – это страна отстой! Но! Борис сказал цитату, которую вы будете внукам и правнукам говорить. Диктаторы вечно не бывают. И диктатуры заканчиваются. Да, он не назвал Путина. Но сказал, причем все поняли. Это про старого пердуна Володьку Путина. Он напомнил просто так случайно, что на Филиппинах тоже был президент, который, может помните, Маркус был такой, который довольно долго был президентом. Избирался! Избирался! Причем самое смешное, что перед тем, как его скинули, прошли выборы и за него проголосовали 95-96 процентов. Ну, вы сами понимаете, комедия была. И скинули! Убежал! Самое интересное, что убежал, а потом умер в гостинице при подозрительных обстоятельствах. Ну, такая была информация. Да, есть такое. Так что не удивляйтесь. Все может быть. Вообще, поймите правильно. На сегодняшний момент действительно в России очень сложно делать вопросы. Ну, многие люди просто боятся отвечать. Ну, типа, знаешь, ответишь, а ты в картотеку ФСБ. Понимаю. Плюс ко всему, понятное дело, что вы скажете, да, разве Надеждин может быть альтернативой Путина? Не спорю. Спорить не буду. Понятно дело, что, ну, как бы, Надеждин, понимаете, это как бы новое лицо. Потому что старый пердун, этот Володька Путин, всем надоел. Всем! Вот все жители России говорят, пердун надоел! Опрос сделали. Причем делали опрос официальный в ЦИОС. Ну, вы знаете, есть такая вот такая. Но не сделали холодный опрос. Ох, ошиблись, ошиблись. Что значит холодный? Это значит, когда вам задают вопрос, чем вы гордитесь. Это такое. То есть, не спрашивают, вот так, 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 фамилии. А, в принципе, вот, ну, жителям России спросили, а чем вы, вот, как житель России, гордитесь за Россию? Чем? Понимаете-ка? Это вот это и называется. 9% только жополизов, которые лежат в жопу старому пердуну Володьке Путину сказал, ордитесь за старым пердуном! Пердит хорошо! 92% сказали, пошел он подальше! Это вот этот опрос. Вот это поддержка Путин, 9%. Все! Не-не, есть, конечно, чокнутые люди, идиоты, кретины, которые будут лизать жопу Путину, даже когда он будет убегать. Я понимаю, что довольно много тех, которые с Кремлем связаны, да, они жопу лижут, спорить не будут. Ну, кормятся про это. Хотя в Кремле сейчас такой гадючник, что ой! А, в принципе, действительно, если бы были настоящие выборы, то однозначно никто бы этого старого пердуна не избрал. Он уже полностью вышел в тираж, что называется. Полная ничтожесть. Да, по этой причине, вот, действительно, ну, такая популярность, ну, я бы сказал бы, ну, назвать Бориса Надеждина харизматичной личностью, там, таким лидером. Да я не могу, но честно. Да, хороший малый, хорошо говорит, выступает. И все. Ничего со слов. Не, ну, действительно, я не спорю, там он и когда-то был, как бы сказать, в верхах, потом, ну, не в верхах, это, так сказать, был там ближе к власти, потом в оппозиции. Ну, опять же, понятие оппозиции. Бывайте, даже на сегодняшний момент, если вы скажете, а вот какой он левый, правый. Я не отвечу, честно. Не, я слышал там, что какой-то есть его манифест Надеждина. Честно говорю, не читал. Честно, ребята, даже не читал. И не собираюсь. Ну, я понимаю, что там, скорее всего, красивые лозунги. Я понимаю, понимаю. Вообще, понимаете, какая ситуация. Вот данный момент, данный момент. Да, вот это вот даже вот такие процессы, как собрание подписи, ну, за выдвижение кандидата. Это же кажется, чепуха, чушь. Посмотрите, какая ситуация. Люди в очереди стояли, чтобы поставить подпись за Надеждина, и никто не хотел ставить подпись за Путина. Вы же сами понимаете, что эти подписи за Путина стопроцентная подделка. Стопроцентная. Ну, некоторые пригоняли под кавер. А так, никто ж их не ставит. Тупо наклепали и все. Серьезно. Не, поймите правильно, все же происходно знают, что, если по-честному, никто ставит свою подпись за старого пердуна Путина, не будет. Это стыдно. Понимаете, стыдно. Даже стыдно будет потом детям сказать, что есть. Я ставил подпись за старого пердуна, который пердел, который развалил Россию, который в войну тащил. Ну, как такое ставить? Бессмысленно. В тот же самый момент будет фастаться. Я ставил подпись за Бриса Надеждина. Причем, быстро в очереди. Три часа. О! Вот это действительно. Вот это мощь. Мощь какая. Я много раз говорил, беда России в том, что нету нормальных людей. Вот сделали себе дурачка-царя. Он диктатуру сделал, а теперь все возмущаются. Ну, старый пердун, ну, мы же не виноваты, что старый пердун. Вы виноваты, вы же его сделали, родные мои. Поймите, когда этот Путин стал президентом, уже не был старым пердуном. Он действительно, ну, как бы был просто. Но после этого, говорит, не, царя-батюшка хотим, пердуна старенького хотим. Что вы сделали? Залезали жопу. Да? Ну, поймите, наконец, ну, не надо избирать этих идиотов постоянно. Не надо им постоянно в жопу лизать. Ведь, понимаете, какая ситуация. Вот, понимаете, если даже Путин сказал, что тебя поддерживают 9%, он бы просто обиделся. Как? Не, не. И по этой причине его окружение говорит, родной мой, тебя все любят, жопу тёмкают. И он в это верит, дурак, понимаете? Мало того, его ближайшее окружение такие же дураки, в это тоже верит. Потому что он подсобирал таких дурачков, которые, ну, чтобы они его как бы слушались, и он им нравился. Да. Это же абсурд, родные мои. Боже, что это за государство? Так что шоу продолжается. Ну, я не знаю. Зареистрирует Надежда, Нин зареистрирует. Понятное дело, что это больше будет зависеть от Кремля. Если в Кремле башня Кремля, которая сейчас поддерживает Бориса, переграет, зареистрирует число. Не переграет, ну, тогда не зареистрирует, скажет, ну, вот видите, подписи не подошли, так дальше, да. Но сам факт, что в Кремле испугались до срачки, что старый пердун Володь Капутин пердит от страха сидит в бункере. Вот. Еще раз показывает. Россия хана. Хана России. Нет власти. Да. Ждем бунта. Ждем бунта. Нормальной власти нет. Никакой поддержки. Представляете? Абсолютно. Да, вот так вот была страна, Россия. Да царь дураком оказался. Благодарю за внимание. Вітаю вас. Ну, если смотрите мой канал, значит, что это зацикало, то я предлагаю вам стать спонсором моего канала. Заходите на титульную страницу моего канала, тисните кнопочку «Спонсорство» и два пакета для спонсоров. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває – це перш за все для тих спонсоров, які хочуть подивитись премьерний показ есклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стриму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості – ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритись. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну, і податки правильно сплатити. Ну, і саме основне. Клуб економічної мудрості – це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст – це розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте. Дякую за перегляд!